Всем привет! Вы на канале Кэт Таро. Давайте сегодня посмотрим чувства вашего мужчины. Будет один вариант. Посмотрим в общем, что он к вам чувствует, что он думает о вас в данный момент времени. Загадывайте вашему мужчину, представьте его образ, голос, внешность. Представьте его образ с вами. Так, давайте посмотрим, при чем находится сам мужчина сейчас, что он сам думает, в каких обстоятельствах, в какой ситуации он сейчас находится. Сейчас мужчина может находиться один по корте отшельнику и ожидать решения важного для него вопроса. У него есть какая-то проблема или вопрос, требующий решения, который занимает сейчас все его мысли. И он по карте Колесопортона ждет выхода успешного разрешения этого вопроса, надеется на лучшее и вспоминает какие-то аналогичные ситуации, связанные с той же проблемой, которые могут ему помочь решить данный вопрос. Возможно, это вопрос материального характера. Давайте уточним. Здесь вопрос может быть связан с какими-то конфликтами двух сторон. Это может касаться чего угодно. Работаем, деловых отношений. Он вот прямо ищет выход из ситуации. Видите, как смотрит вдаль, ищет решение. Сейчас вот так вот на ум идет, может быть, хоть даже кредит. Вот видите, если они сидят в цепях связанные, здесь у нас совпадают пентакли, это как денежные обязательства для кого-то. Он ищет пути решения, как, например, погасить долг. Или если это не деньги, то, может быть, если кто-то ему оказал какую-то услугу, он думает, как ему расплатиться, рассчитаться или как закрыть эту ситуацию. Да, его сейчас волнуют дела. В принципе, он один. Если вы вместе живете, то он сейчас так, отрешен от вас, как-то он очень сильно его занимает собственные мысли, дела, вопросы. Ну, если вы встречаетесь, не живете вместе, просто означает, что мужчина живет один и находится в данный момент один. Давайте теперь посмотрим в ракурсе такой серьезной проблемы, которая у него в голове, как он относится к вам. Давайте спросим, что он вообще думает и думает ли о вас в настоящий момент. Так, чтобы он думал о вас постоянно, из минуты в минуту, я бы не сказала. Да, он периодически вас вспоминает, и, скорее всего, ближе к ночи, в темное время суток, когда он, может быть, там, решит свои все дела, вопросы, готовится ко сну, и здесь он вспоминает вас. То есть воспоминания и мысли о вас, они равномерны с всеми его остальными делами. Поэтому здесь как-то такой у нас король мечей деловой человек, не витает в облаках так, чтобы все время размышлять и думать о романтических каких-то отношениях. Но по карте Рыцарь Жезлов он к вам стремится, он хочет вас увидеть, но сейчас вот у него первостепенно вопрос решения проблем. Не скажу так грубо, что ему не до вас сейчас, но что-то около того. Очень мужчина занят, и карта Восьмерка мечей дает понять, что нет у него сейчас возможности как-то обратить внимание больше на ваши отношения. Поэтому если вы переживаете, что он как-то охладел к вам, то на самом деле у него сейчас серьезные проблемы, которые ему предстоит решать. Он надеется на скорейшее завершение этой ситуации, но сейчас она его связывает. Но вот он очень хочет к вам приехать, прийти, позвонить, с вами встретиться. Давайте посмотрим его чувства. Однозначно у него есть чувство любви или романтическое чувство к вам. В чем разница между романтическим чувством и любовью? Если вы давно вместе, давно встречаетесь и живете вместе, то, конечно, уже можно говорить о более глубоком чувстве о любви. Если вы не так давно знакомы и недавно встречаетесь, то мы будем называть это романтическое чувство влюбленности. Так что однозначно он к вам неравнодушен. Давайте еще посмотрим, какие у него чувства. Вы для него королева мечей. Вы здесь пара одной масти. Король мечей. Он и вы королева мечей. Судя по масти, вы тоже такая достаточно сдержанная, умная женщина, девушка. Если эта характеристика вам подходит, я думаю, вы не будете сильно убиваться. Потому что если он сейчас меньше стал уделять вам времени, вы понимаете. Даже если вы знаете, что у него на самом деле есть сейчас серьезная проблема, дайте ему время ее решить. По карте королевы мечей, я думаю, вы восприняете это спокойно. Тем более, если вы знаете, что он вас любит. Давайте еще раз его чувства раскроем. По карте суда он знает, что необходима перемена в ваших отношениях, что нужно сдвинуть дело вот с этой вот мертвой точки. И как можно скорее, о чем говорит нам карта восьмерка жезлов. Но здесь может присутствовать некоторая неискренность. А в чем? Давайте посмотрим. В иллюзиях. В каких-то, может быть, неисполненных обещаниях. Я думаю, что это связано не с намеренным обманом, а просто решая свои проблемы в какой-то момент времени, он может не подрассчитать свое свободное время или время на вас, чтобы исполнить свои какие-то обещания. Вот он тут вам обещал, люблю, куплю и полетим, а сам не пришел. Не потому, что он вас не любит, а потому, что не смог этого сделать просто. Так что не думайте, что это обман с его стороны. Давайте посмотрим, как будут развиваться отношения в ближайшее время. Найдет ли он способ решить свои проблемы и явиться к вам. Да, вот не успела договорить, как выпадает. Одна из лучших карт. Колода, десятка. Чаш. Она характеризует любовь, семью, гармонию и все приятные моменты, которые с этим связаны. Что еще? Да, ну, главное умеренность, главное время. Так что ждите, и партнер найдет время для вас и ваших отношений. Как они будут дальше развиваться? Праздник. Видите, карта праздника. Возможно, вам предстоит какое-то застолье, праздник в семейном кругу, с друзьями или, может быть, даже просто вдвоем. То, что карта тройка не всегда обозначает, там, три воли лиц, а просто может говорить о празднике. Ну, здесь может быть конкретная дата, там, чьего-то день рождения ваш, или его, или какой-то еще праздник. Может быть, вы будете отмечать год вашего знакомства, например. Так что вспомните, какие ближайшие события у вас предстоят. И до этого времени он обратит на вас внимание, будет уделять вам больше времени. Давайте посмотрим итог расклада. Птус Мечей говорит, что ситуация разрешится, то есть он должен уладить со своей проблемой. И четверка Пентакли говорит о устоявшейся ситуации, стабильности. Король чаш, то есть вот он, король чаш из такого холодного, отстраненного короля мечей. Он станет более мягким, романтичным. И ваши отношения придут в норму. То есть войдут в свою колею, в свою росту. Давайте дадим совет для вас. Что же вам делать все это время, пока вы будете его дожидаться. Десятка Пентакли. Пятерка Кубков. Паш Шезлов. Ну, вам не нужно, во-первых, отчаиваться. Если у вас в семье, члены семьи требуют вашего внимания, то обратите внимание на них. Это могут быть ваши родители, дети, братья, сестры, кто угодно. То есть уделите внимание вашей семье. Не нужно сидеть в уголочке, там, я не знаю, завернувшись в одеялко, и ждать, когда он вам позвонит или напишет. Попробуйте по карте Пожар Жезлов заняться какими-то своими делами. Это может быть хобби, прогулки какие-то. Может быть, воплощение ваших идей, которые вы давно хотели реализовать. Так как вы королева мечей, вы такая женщина, такая твердая, пробивная. Поэтому, если у вас давно было какое-то нереализованное желание, попробуйте им заняться как раз и себе полезное дело сделайте, и не будете нервировать мужчину, который там закопался в своих проблемах. Вот такой был сегодня расклад. В принципе, хорошее отношение. То, что существуют проблемы, у кого их нет, и всем когда-то их надо решать. Поэтому давайте положим сверху вот туз кубков. И будем помнить о том, что мы есть друг у друга, и вы есть друг у друга. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь. Если вы хотите предложить мне свою тему расклада, то пишите мне в директ Инстаграм. Мне будет приятно получить сообщение. Я сделаю данный расклад для вас бесплатно с пометкой Special. Выложу его на своем канале здесь, на YouTube. Спасибо за просмотр еще раз. До скорых встреч. Продолжение следует...